Индюшата, они очень-очень требовательны к температуре. И вот у нас ни один цыпленок, индюшонок, за три недели не погиб. Все они сохранились. И благодаря тому, что брудер позволяет держать температуру... Ах, один прыгнул прямо на... Сидит здесь наверху, на моем смартфоне. Мы держали температуру 35 градусов с самого начала, первый день. А потом 10 дней надо держать не менее 30 градусов температуру. И брудер это позволяет. И вот кто держал индюшат, знает, что выживаемость у них слабенькая очень. Если они находятся где-то в сарае у вас, с индюшкой. Брудер позволяет сохранить их всех. А сейчас уже температура у них обыкновенная. 22-24 градуса. Как и на улице. Мы уже не нагреваем брудер. И все нормально. Даем комбикорм, водичку. И отпаиваем еще аскорбиновой кислотой. Витамин С. Скоро мы их уже будем выпускать в клетки. Им уже не требуется такая температура, как в брудере. И они будут жить. Более, все хорошо. Все хорошо. О, все хорошо. Продолжение следует...